вот так это видит выглядит сбоку это другой вид береза если вы видите ветки видите как расположены друзьям всем привет сегодня 15 мая сегодня я открываю новый цикл который давно хотел сделать но наконец-таки дошли события развернулись таким образом что в этом блокноте тезисов восточной мудрости появилась новая запись которая все-таки вас подвигла меня на место куда мы пойдем и соответственно объект который будем снимать все-таки решится написать это видео и снимать про это про трубы фотографию такая вот у меня есть игрушка с греческого острова зонты тема очень интересная для многих я думаю что и надеюсь я вас не буду утомлять тема это дерево на протяжении многих веков я не знаю тысячелетия миллионов лет человек жил в среде обитания вместе с деревьями дым и живыми существами которые так или иначе вот оно здесь тоже такое дерево со мной рядом давали пищу кров кров многие жили на деревьях спасались и дерево являлось источником жизни для многих насекомых зверей человека сейчас до сих пор является источником многих материалов лекарственных растений и это наши ближайшие я думаю что друзья а поскольку вы знаете что я занимаюсь пейзажной фотографии для меня деревья это все и я уже говорил что из всех жанров фотографий которые существуют реальные которые надуманные мое мнение об этом отдельно свадебная фотография hdr фэшн фотография я считаю что эти жанры с ними такого большого развития дальнейшего и портрет на стрит фотографии до до но соответственно дереве что осталось осталось только пейзажной фотографии и файн-арт которым я занимаюсь и которые считаю что в том виде в котором я его использую да он не только я он имеет отношение к деревне многие не знают но кроме того что в многих других цивилизациях год раньше исчислялся 13 месяцами да поэтому никаких артефактов там 30 дней 31 еще каких-то не было все это было четко абсолютно и самое удивительное что в культуре друидов и еще одно амалов так называемых до которые жили на территории современной англии год был тоже 13 месячных и вот кроме того что он был с 13 месяцами эти месяцы обозначались по именам деревьях как вы думаете какой какое дерево было в списке первым значит ну я нарисовал вот вот этот знак то горизонтальная палочка и делались насечки и зависимости от насечек как они наносились месяца вот на этом языке обозначались это береза бед на том языке я не знаю как она правильно произносится до в английском варианте это бич в русском варианте это береза и здесь много очень много говорить можно про это дерево совершенно фантастическое и видов его сотни как оказалось я за свою историю встречал это дерево начиная с самых маленьких лет когда еще только начинал ходить и удивлялся насколько красиво это дерево мне всегда к нему тянуло это бело белые стволы да но есть еще черными стволами в мурманске на границе с норвегией я помню что на учениях слышал про карликовой березы все хотел их увидеть и все искал и ходил а потом когда понял что они не деревья вовсе это стелющийся такой куст по земле у меня был тогда фотоаппарат если я найду я фотографии теперь ложу так вот у меня был тоже шок насколько красивые там листья насколько это дерево действительно уникальное мы сейчас пойдем через некоторое время по делам я вам покажу еще несколько берез которые растут буквально там в радиусе 200 метров от моего дома и это все разные деревья разные совершенно сорта и кроме того что они разные они еще и разные по своей такой энергетической структуре поэтому в греции я фотографировал дерево которое стояло на горе отдельно стоящие да ну это было не береза но тем не менее деревья мне постоянно встречались деревья помогали мне один раз мы с братом прятались на дереве от этих диких кабанов залезли на это дерево дерево нас спасло в другой раз я помню что мы были очень голодные вышли на дерево где ну оречник да то есть ели там эти орехи то есть груши алыча которая меня кормила я помню что белоруссия ел с этого дерева яблоня ну кроме диких россии рябина да то есть ну альха я снимал много видео про это дерево вот последний недавно делал видео там у меня на обложке даже дерево но это на самом деле аха альха она цветет со шмелем я фотографировал на коротких выдержках как раз вот цикл про выдержки ну и так далее и тому подобному я все-таки намерен продолжить цикл да я не знаю сколько материалов у меня соберется материал на самом деле огромное количество фотографических именно про деревья почему объясню потому что я с раннего действия детства до первых фотографий я начинал фотографировать деревья мне это очень интересовало и и мы наверняка когда все закончится это безумие съездим в то место я вам покажу несколько уникальных деревьев которые на меня повлияли да не надеюсь до сих пор есть и придем место где я посадил три дерева да то есть насколько они там выросли я их там 30 лет не видел посмотрите сами и сосна одна есть вот тоже которую я прыгал прыгал добывал там канифоль из него из смолы делал канифоль потом решил залезть на него и дерево меня не отпускал и соответственно я сломал руку там нас этого дерева падал поэтому у меня мы очень много историй с деревьями да то есть я всегда это интересовало в греции я посетил два дерева которым больше трех тысяч лет совершенно уникальных размеров это даже не даже не мне не определить что размер примерно ствола если брать его как бы ветвящийся но это примерно как эта комната то есть это действительно с деревья которые застали очень много чего видели на сваре реку они занесены в книги специальные их охраняют так что вот ну использование деревьев береза вы знаете наверняка березовая фанера из березы делают веники после 4 обычного июня до когда они там листочки вырастают из молодых листочков можно делать такие как компрессы да я вот переболел портритом я знаю что это дерево помогает людям еще один аспект в том что это дерево почему она первая в списке кроме того что он имеет какую-то духовную суда и друиды те же самые обращались к этому дереву через ним слив контакт с высшими силами да в русском сказках русских сказаниях огромное количество сказок и песен про березу я уверен что вы напишите в комментариях что вы думаете про это дерево и какие свойства вообще конечно дерево совершенно фантастическое внешне она выглядит всегда очень нежным на самом деле древесина деревесина его очень прочная я когда работал на станке на токарном любимое моё дерево было береза поэтому береза обработка на токарном станке это одно удовольствие для работника шишки сережки все это очень красиво дерево имеет небольшие листочки поэтому она кроме того что является пионером заселения да и я приложу фотографию снята в центре города где на крышах заброшенных гаражей вот эти сережки проросли в деревья деревья это уже высотой там несколько метров то есть такие вы наверняка видели в разных городах где деревья береза прорастает из камней из самих зданий почему его называют первопроходцы потому что даже там где нет никаких деревьев в тундре до дерева береза уже есть то есть она дает пищу другим деревьям соответственно дает укрытие другим деревьям и многие даже говорят о том что дерево береза обычно вырастает не вне больше 80 лет но есть конечно экземпляры больше но тем не менее те деревья которых она скрывает но при этом за счет маленьких листочков пропускает много света она дает возможность вырастить более таким устойчивым деревьям и дубы и вырастают потом вытесняют березы чем сосны то есть березовая роща ну вот у нас увидели сейчас правда вылезает этот лес но там огромное количество берез и мы обязательно снимем видео совместно с разными людьми что что они думают про березы вообще как используют вообще эта тема настолько большая настолько объемная что я считаю что не заслуженно то что березы посвящает фотографии только пейзажной живопись пейзажную фотографию и файн-арт то есть я думаю что она доступна достойно других жанров тоже я делал и макро березами вы видели эти фотографии я думаю что мы продолжим поэтому подписывайтесь уж такой заставка у меня сегодня длинная но я думаю надеюсь что все таки вы посмотрите и я постараюсь быть не скучным сделаю на ландшафте видео которое вам наверняка понравится ну и свою историю расскажу что у меня связано с этими деревьями удачи да простят меня за вертикальный кадр пришлось вернуться у нас тут внезапно пошел дождь ну давайте знакомство начнем у меня новый зонтик я им еще второй раз только пользуюсь к нирпс сделал кстати обзор его хорошая вещь очень классная и пойдем мы сейчас березе который я попала в explore это обычная с виду дерево но я его обыграл со светом фотографии это тот вариант когда береза не в пейзажной фотография в фотографии fine art мы сейчас попробуем его найти с дорогу перейдем сразу и увидим внешне она абсолютно обычная то есть ничего там совершенно секретного нет но при определенном освещении она дала возможность мне сделать этот fine art который в explore и сейчас он уже приближается к пятому месту в моей моей так он или не он сейчас посмотрим ну тут в принципе такой толщины только две березы ну судя по всему один вариант вот за мной стоит да скажите что вы думаете и второй вариант я дана прошел скорее всего вот это вот это дерево сейчас вы посмотрите по моему это вот оно было судя по корее всему остальному наверное скорее святому где-то рисунок коры вот таким вот образом сегодня дождик пошел ну это может быть и хорошо потому что березе сейчас нужно налиться лист листиком да вы видите что она зеленее достаточно хорошо вот это она пересвет пошел такой сильный ну вот сейчас видно да зеленый лес такой зеленый и мы сейчас пойдем к березе которая вторая она тоже в стиле fine art у меня снята но это уже другой вид береза если вы обратили внимание какой ствол у этих деревьев то у того дерево совершенно другой у меня тут подсела батарейка iphone но я ее подключил вот такому внешнему блоку компании с известной буквой не буду рекламировать но на самом деле устройство принципе нормально я думаю что пока мы тут гуляем она подзарядить но вот я сделаю видео да чтобы вам было видно что действительно это другая береза вот если посмотрите обычную да но не такие сильненькие смотрите на эту березу я думаю что вот с этого ракурса особенно я и снимал с этого ракурса видите ну насколько я нашел информацию говорят что это бумажная береза ну не знаю насколько это правда солнце вышло наконец красота то мы сегодня про березы поэтому третье березы которые мы хочу показать она тоже находится недалеко от меня но сложно ее снимать было в разные времена года пробовал это делать насколько у меня это вышло и вместе с людьми тут практически деревьев мало поэтому очень достаточно тяжеловато и и было снять но вот я сейчас со стороны солнца зайду посмотрю вы увидите ее сзади на газон зашел и участная на ее может быть увидите потому что нет видно да как ни странно существует вид такой березы который вот так раскоряку грубо извивается я не уверен что это именно этот вид просто она была сломана много лет назад она там валялась и потом начала расти опять как-то закопали разрыли все перекопали потом опять перекопали ну и в результате все таки она начала к солнцу стремится но форма такая сохранилась пока вот такой вид на этом фоне достаточно интересно выглядит вторая береза которая ну классическая обычно размеры достаточно большие вот видите там больше пяти этажей береза у нас под окном только такие росли сейчас там многие посрубили послезали потому что достаточно опасно за мной кстати береза вы смотрите какая тоже интересно и спилили она все равно вышла необычная конструкция вот смотрите классическая береза ну я не знаю как ее называют обычно вдалеке там если увидите там совершенно другая снизу внизу все эти березы которые здесь стоят им примерно 30 лет у некоторым может быть 40 пусть они несмотря на то что у них условия разные это вдоль дороги растут до около дома там побольше какашек всяких животных поэтому они выросли там до 6 этажа им тоже где-то в районе 40 лет говорят что они растут где-то в районе 80 лет но я уверен что и больше тем не менее вы понимаете какого размера мы в лесу с вами встречали березы которым явно 80 лет и больше они там огромной высоты просто просто огромная такая висла и ствол у нее ветки по-другому расположены видите на противоположной стороне они тоже есть чередуются и такая такая и вот то что опять я говорил узловая дам только рядышком видите вроде они одинаково на самом деле разные березы ведь у нее какое ответление как она растет необычно да это надо все сфотографировать ну вот он пример совершенно разные березы да вот одна и сзади вторая или здесь они совсем разные абсолютно обратите внимание какой свет на то что листья еще небольшого размера там видите как они размером совсем принципе два раза меньше но они дают все равно цвет и полностью свет не прерывается поэтому защита этого береза дает возможность вырасти другим деревьевым растениям видите как поле не выглядит ну что им рассказываю все знаете и так про березу другой вид березы видите рядом соседствует два разных вида березы и в контровом свете видите как интересно за такой свет вы знаете что я такой свет люблю контровой свет вот огромная береза да здесь уже явно не 40 лет это береза вот ровесник тех берез который на противоположном стороне находится там все сутки тоже обратите внимание что у нее другие листья видно что листья отличаются от тех берез которые мы снимали рядом здесь и рядом посмотреть листья на самом деле мельче по размеру значительно маленькие а вот с этой стороны кстати сережки лучше видно потому что здесь освещено все солнцем соответственно вы видите как они цветут их тут множество совершенно множество такой как некий по некий подобие дождя даже можно сказать до седьмого этажа береза там будет удобно там сейчас птицы сидят внимательно посмотреть они понравились